В общем-то, всем доброго времени суток, с вами Бодя. Ну, как вы видите, ноль лайков, и я, как всегда, ставлю первый самый свой законный лайк. Я не знаю, ребят, вы даже можете не стараться меня перегнать, я тут всегда буду первым у Влада А4, а вы всегда будете первыми у меня. И, кстати, чуть я не забыл, если что, у нас на втором канале уже вышли новые ролики, вот 31 минуту назад по Эмонгасу вышло. Если что, там я рассказываю, как бесплатно можно вообще скачать Эмонгас по моей ссылке, вообще бесплатно. Поэтому переходите, дуйте, вот, первая ссылка в описании на наш второй канал. 24 часа пауза челлендж, погнали. И всем привет, меня зовут Влад А4, пауза... Глент, Кобяков, и как вы поняли, себе... Да ты гоняй! Сегодня мы снимаем пауза... Впервые в жизни такое. Пауза челлендж. Правила очень простые, пока мы тут тусуемся, тот, у кого есть этот пульт, может поставить участника на паузу. О, фух, а я-то могу, получается, двигаться? Да, пауза работает только на одного человека. Блин, прикольно придумано. Если применить паузу кому-то другому, то предыдущий начинает автоматически двигаться. Теперь мы с Кобяковым можем делать всё, что угодно, берём пёрышко и... Пожалуйста, хватит, пожалуйста, щекотно, щекотно. Да, если человек в паузе, то он может разговаривать, но у нас на пульте есть кнопочка MUSE. Пацаны, не надо... Всё, беззвучный режим. Теперь мы... Можем издеваться над ним, как хотим, и пощекотать, и за носик, и за... Вот туда вот. Это жёстко. Продолжить. Хе-хе, круто. О, пацаны... Нет, это реально зачёт, вот это прикольно. Чем так сразу, ну... Так, всё, пауза. Что ты хотел сказать? Да, как вы поняли, ребята, этот ролик будет наполнен самыми неожиданными и неловкими паузами. Ну да, я согласен, я, я, я понял. Мы не просто так сегодня в шортиках, потому что... А ты представляешь, представьте, вот кто-нибудь захочет сесть, уже расслабился, и тут пауза, и ты в напряге должен сидеть в полусогнутом состоянии, это жёстко. Когда мы в шортах, ролик заканчивается очень грязно. Глент, разморозь меня. Замьютит забыл. Да, реально, ну, помолчи. Ну что, давайте крутанём колесо фортуны и узнаем, кто начнёт этот челлендж первый. Так, ладно, продолжить. Итак... Такое представление вы можете себе тоже установить, посылки в описании. Как... А также первая ссылочка в описании на то, чтобы подписаться на наш второй ютуб-канал, а также у нас, если что, вышел альбом, первый мой альбом, вторая ссылка в описании будет на наш альбом. Кобяков начинает сегодняшнюю игру. Ха, пацаны, морозили вы меня, да, вначале? Ну то он. Это чтобы я только что показать, и всё. Я могу тебе отомстить? Пауза. Пауза. Убей его. Пауза, 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 пауза. Ха-ха-ха, по очереди, я понял. Ладно, пацаны, это была тренировка, сейчас расходимся и начинаем. Не, прикольно, прикольно, это интересно, интересно, реально. Вы лайк сразу... Вы, кстати, не забудьте, у нас 2 миллиона почти на канале. Давайте уже добьём эту цифру, и давайте добьём уже 200 косарей на втором канале, там уже 151 тысяча. Ну я уверен, что вы у меня умные и красавчики, и сделайте это. Сегодня, кстати, стенд-офф, если что, выходит на втором канале. Начинаем этот челлендж. Всё, пацаны, живём своей жизнью, занимаемся обычными вещами. И тот, у кого пульт, ищет подходящий момент. Ну да, согласен, но это прикольно будет, мне нравится. Ребята, посмотрите, что делает Влад А4. У меня появилась идея, как только он начнёт наливать молоко, я сразу же поставлю его на паузу. Пауза! Кобяков, 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 вырубай, Кобяков, вырубай, Кобяков, вырубай, вырубай, Пауза, я же сейчас захочу лить на стол. Тишина. О май гад. Боже мой, он не может ничего сказать. В какой ситуации есть плюсы? Зато будет очень вкусно. А, там много молока. Молока много, у меня много кальция. Можешь говорить? Мне льётся на ноги! Да ладно, там в натуре на ноги льётся. Мне уже нравится такой челлендж. Ну, это прикольно, это будет угарно. Плюсы, ребята, молоко закончилось. Снять паузу. Так, э, алё! Кобяков! Ой, зато, зато молока много. Смотри, какие плюсы. Ты посмотри, что ты наделал. Нормально, вкусно, можешь вон рот подставлять и сразу пить. Ну, спасибо, Квиков, всегда любил побольше молочка. Угу. О, Глентик, пауза. Кушай, кушай. Мне кажется, больше он мне... А! Жизнь испортить не сможет, поэтому просто ем. Ага. Глентик, а ты там как, в тебя литр сока поместится или не поместится? Угу. Так, Глент, мне хочется тебе помочь, что-то слишком медленно ты пьёшь. Угу, 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 угу. Э, пауза. Кобяков издевается. Кобяков, теперь начинается война. Ну как завтрак? Мне вкусно. Так, Глент, помогу тебе немного. Твою ж дивизию! Это война, Кобяков! Я тебя просто уничтожу. Кобяков, ты напрашиваешься! Я уже... Останови его! Он же сейчас зальёт всё! Продолжи. Кобяков, ты охренел вообще в край! Э? Глентик, 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 иди сюда! Я предлагаю замутить план. Я считаю, что Кобякова нужно поставить... На место! На место! И давай ему покажем, что такое завтрак по королевству. Давай, а это как? Я расскажу. Да, конечно, у пацанов завтрак не удался. Но у меня есть пульт сейчас, поэтому у меня преимущество. Но пацанов тоже двое. Оставить на паузу можно только одного. Хм, нужно подумать, как действовать. Потому что они в любой момент... Забрали... Ай, ай, пацаны, ай, ай, ай! Забирай пульт, пауза! Они забрали у него пуль... Вот так и лежи. Отлично сработано, коллега! Пацаны! Да ладно! Влад, меня ослепило, пожалуйста, давайте как-то помиримся. Урегулируй... Влад говорит, меня ослепило. Наш конфликт, так сказать. Влад, ты же там говорил, что мы не позавтракали толком? Ааа, так давай сделаем комплексный завтрак. С первым, вторым. Судя коньяковой. Рым и десерта. Блин, пацаны, у меня плохие предчувствия. Ну давайте помиримся лучше. Англитик, у меня есть небольшой план. Продолжить. О, пацаны, будем мириться, да? Пауза. Так, нам его будет легче доставить на завтрак. Конечно, конечно. Куда доставить? На завтрак. Ты сиди, сиди. Все? Так, идем за тележкой. Так. Смотри, какой классный транспорт мы тебе подготовили. Пацаны, вы что, издеваетесь? Это ты над нами издевался. Вот именно. Нам пришлось убираться на кухне. Пацаны, ааа. Все, повезли. О, смотри. Смотри, прикол. Не надо, не надо. Ааа. Нет, ты лент, Кобяков. Влад, нет, Влад, бумага. Посмотри, весь пол мышь пришлось. Так. Ну, мы сейчас и оторвемся над тобой. Может, не надо, пацаны, чистошь уже все. Так, потом ты его берешь? Да, доставим. Так. Мют. Так. Руки вперед. Все, больше не сможет смеяться. Теперь я за Кобякова. Так. Вот так. О, отличный стол, чтобы накрыть завтрак. Первая у нас... Отличная идея. Конечно же, супчик. Холодненький, с курочкой, с брокколи. Хочешь ложечку? Ой, у меня что-то руки трясутся. Ой, блин, ничего не дошло до меня, представляешь? И на второй раз. Надо еще одну, наверное. Давай еще одну попыточку тогда. Давай побольше водички, да? Да, конечно. И... Пацаны, нормально. Хорошо, мне это нравится. Блин, как так, Влад? Мьют снимаем. Ну что ты там, как ты себя чувствуешь? Ужасно, пацаны, он холодный. Ужасно холодный. Пожалуйста, остановитесь. А что, так же? Еще ложечку. Ну ешьте аккуратнее. Пацаны, ешьте аккуратнее, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Может быть, Кобяков тоже хочет супчика поесть? Пацаны, пожалуйста, ну не надо. Так, мьют. Снять мьют. Не, ну я лично тоже не люблю суп холодным. Кобяков даже в пранке поесть умудрился. Слушай, Глентик, а что это ему как дикари нужно на стол постелить скатерть? Конечно. Сейчас приду. Кобяков. Теперь уже как у людей. Так, Глентик, смотри. Конечно, как у людей, а как может быть по-другому? Это Ролтон, куриный твой любимый, посмотри. Вообще смотри, какой красивый Ролтон. Вот тебе нравится, Кобяков? Мне тоже с кайфом так. Как много? Хочешь ложечку? Нет, не хочешь. Глентик, ну... А! Нет. Мы же не можем с одной посудины есть. Ну да, это хоть некрасиво. Но мы можем есть со стола. Да, со стола нормально. Не можете, пацаны, пожалуйста. Можем, можем. Так, тебе вот макарошек. Ммм. И мне макарошек сюда. Ммм, согревающе. Пацаны, вы же понимаете, когда у меня будет пульт... Ну тебе же его даст. Я у вас заберу. Добавь мне, пожалуйста, еще. Добавить? Да. Давай попробую с закрытыми глазами. Давай, давай. Блин, Владос. Ты что, промазал? Да, ты случайно промазываешь. Ой, блин, все мимо стола. Капец. Ой. За маму. Смотри, руки трясутся просто целый день сегодня. Я не знаю, что это такое. Реально. Ну ты посмотри. Смотри, как мы быстро справились с Роллтоном. Блин, ну мы, конечно, и обжоры. А после первого и второго идет... Десерт. Я подготовил интересный десерт. Какая вкуснотища. Пацаны, пожалуйста, хватит. Что вы еще там придумали? Кобяков, мне кажется, из тебя получится неплохой дедушка Мороз. Мороз, да, я тоже был, подумал. И немножечко бороды. И немножечко снизу бородочки тебе. Ну что, хочешь десертика? Угу. Умудряется даже, даже здесь покушать. Что еще можно придумать, Кобяков? Пойду посмотрю в холодосе. Владос, смотри, я еще мороженое нашел. Можно его охладить. Давай, 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 давай. Ну, кстати, тихо. Пауза. Угу. Ну что? При этом. Кобяков, можешь вставать, получается. Теперь ты свободен. Угу. А что ты думал, Глент? Это пауза-челлендж. Здесь каждый сам за себя. Угу. Как вы поняли, суть этого челленджа поставить друга на паузу. В самый нежный. Неподходящий момент. Момент. Вот, Глент, и попался. Угу. Угу. Ну что, Кобяков, подъем. Ну что, ребята, кажется, мы сейчас начали очень жесткую войну. Ни одного шага ко мне, или сейчас еще раз попадешься? Как только пульт окажется у меня, вам капец. Угу. Угу. Горить не чувствует лица. А надо мной как издеваться было? Угу. Ты посмотри, что ты со мной сделал. Обнимемся? Угу. Ладно, Глентик, продолжай. Обнимемся, говори. Фига себе, Кобяков жесткий. Как холодно. Как думаешь, куда он побежал? Ну, на его бы месте я бы побежал, наверное, в теплую ванну, чтобы согреться. Теплая ванна? Так у меня на это и был расчет. Держи, иди. На паузу поставлю. Так, что там? Он ванит. Пауза! Опа, попался, голубчик. Это вообще против правилов, это ненормально. Здорово. Вышли быстро, а ванной вообще-то? Мьют. Вот, Влад, отлично, так лучше. Хорошо устроился здесь. Ох, Глентик, это твоя рак... Таковая ошибка. Ведь во всех фильмах ужаса самые страшные моменты происходят в бане. Хе-хе-хе-хе-хе. Эээ. Ну что, Кобяков? Я не представляю, что с ним сейчас будет. Неси. Ага. Мы до тебя кое-что подготовили. Держи. Давай. Смотри, Глентик. Ой. И... Ой, ой, хорош. О боже. Ну что, Глентик, есть что сказать? Размьют. Нормально. Мьют. Окей, давай-ка еще раз. Размьютить. Мьют. Размьютить. Ты что, офигел? Мьют. Кубик такой лежит, такой, да? А, охлаждает. Размьютить. Холодно, капец! Мьют. Размьют. Это невозможно уберить. Мьют. Размьют. Уберите лед! Размьют. Пожалуйста, уберите лед. Мьют. Да ладно, Владос, мне кажется, он уже настрадался. Давай отпускать его. Ладно, Глентик действительно намучился. Давайте ему продолжим игру. Эй! Эй! Ты что, ты что? У него пульт! Влад, сматываемся! Да ладно, он скинул случайно путь, лол. Давай, заходи. Влад, беги. Ооо, ну все, пацаны. Вал, конец. Вот лучше, да, прячьтесь. Владос, мне кажется, мы его льдом по-настоящему разозлили. Давай прятаться, давай прятаться. Так, я под кровать. Блин, для меня тут места нет, я пошел в другую комнату. Давай. Блин, я надеюсь, что Глент первого найдет Влада и отыграется на нем и выпустит весь пар на него. А уже потом я подойду к пацанам, когда они уже успокоятся, устают. И он заберет пульт. И заберу у них пульт. Вот такой у меня план. Хитро, а? А пока буду челит здесь. За шторой! Нет! Шкаф! Место норм. Посижу тут. Блин, как я так не усмотрел за пультом, он просто взял и выскочил у меня из рук. Эх, походу придется отдуваться за все проделки, которые я сделал над Кобяковым и Глентом. Эх, ну что, надеюсь, Кобякова он найдет раньше. Ну все, они меня разозлили, не на шутку. Я уже не то что лица, я все тело от холода не чувствую. Но сейчас я их найду, поставлю на паузу, и тогда им точно не сдобровать. Вот интересненько. Кстати, ребят, насчет паузы. Я, походу, понял, почему многие из вас не подписаны на канал А4. Просто 42% зрителя без подписки стоят на паузу. Кстати говоря, у нас тоже 44% смотрят... Ну, у нас на 2% 44 без подписки. Вы тоже подписывайтесь, но у нас бы уже давно было примерно 3 миллиона, если бы все подписались. Поэтому вот 42%, 44% у нас. Без подписки. Подпишитесь. И также вот на втором канале. Давайте подписывайтесь, еще как НЛО. Приходите и уходите. Ну что это такое, это не делай. На паузе. И не могут подписаться. Но ничего, сейчас я вас разморожу. Кто не подписан, смотрите. Продолжите. А вот теперь... Все, вот теперь прям берете и делаете кнопку серой. То есть, если она у вас красная, она у вас только может быть красной или серой. И нужно оставить именно серой. Чтобы была вот именно такая, как у меня сейчас. Вот такого же цвета. Поняли, надеюсь. Я надеюсь. Вот у нас после этого видео. И скажем вам точную цифру, кто был на паузе. Поэтому, если ты еще не подписан, кнопочка внизу. Так, ну все, пора искать пацанов. Опа, А4. Или может быть Кобяков. Никого нет. Только грязный мерч. Надо новый заказать на сайте А4шоп. Точка, да. Вы хотите мерч? Заказывайте его на сайте А4шоп. Ищи Кобякова. Там явно что-то дорогое. Тут ваш лайк. Ладно, пускай он остается под роликом. Так, здесь тоже никого нет. Хотя Кобяков бы сюда и не влез. На улицу явно бы они не пошли. Ладно, эта комната, походу, пустая. Но я на готове. Давай. Странно. Очень странно. Так, теперь этот шкаф. Никого нет. Пауза! Ребят, давай договоримся. Вот первого нашел Влада, а не Кобякова. Ну все. Нет, нет, нет. Ребята, ему конец. Сейчас нужно что-нибудь сгенерировать. Ты никогда не хотел посадить себе кактус на голову, может быть? Ладно. Я что-нибудь другое придумаю. Не ушел. Все правильно. Так, Владос. Был бы Кобяков, он бы мне 100% помог. Но придет тебя грузить самому. Так. Кажется, таким худым. Он такой тяжелый. Я уже все. Подумал, Влад, тебе конец. Нормально. Так, Владос. У меня для тебя есть подарочек. Размьют. Какой подарочек? Подарок очень хороший. Не двигайся. Не двигайся. Глент. Глент. Глент, ты меня пугаешь. Так, сейчас я тебя мьют. На секундочку. Я надеюсь, там нет паука. Блин, прикиньте, там паук какой-нибудь Рилли, который был в последнем ролике с пляжем вчерашним. Ой, позавчерашним. Прикиньте. Так, во-первых, разбьют. Блин, если Глент так боится, там или... Или насекомые, или змея. Сиди в коробочке. Тебе зачем вылазить из коробочки? Не нужно из коробочки. Как кошку. Просто сиди в коробочке и все. Как ощущения, братан? Не очень. Страшновато. Офигеть. Это, это стремно. Блин, пожалуйста. А даже рано или поздно коснется моей ноги. А потом еще может на шею залезет. Или на голову. Ладно, я просто закрою глаза. А зачем мне вообще смотреть? Зачем мне глаза? Глаза мне не нужны в этом челлендже. А что, ты уже не боишься, да? То есть ты не боишься, да? Ну не так сильно, как ты. Но боюсь. Что ты дергаешь? Ах, а что я дергаюсь? Так, ладно. Не надо. А так будет проще. Ой, 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 ой. Размьют, я убегаю. Владос, желаю удачи. Охренеть. Продолжить. По-моему, Глент нажал кнопочку продолжить. Ну как выбраться, пока непонятно. Ты где, братан? Ты тут? Тук-тук. Ладно, ребят, я пока тут просто посижу. Кипец трём. Подожду, может она сама куда-нибудь уйдёт? Привет, Кобяков. Глент, не подходи. Не подходи. Стоп, ползал. Так, во-первых, Кобяков, ты что, совсем обнаглел бросаться тут кружками? Во-вторых, я для тебя кое-что придумал. Ты что придумал? Уходи. Мьют. Хабан, хуй. Так. Вау. А, у них же дождь недавно был. Пауза челлендж. Разбьют. Понимаю. Понимаю. Но это жёстко. Понимаю. Я точно так же хотел кричать. Мьют. Во-первых, когда они мне кинули лёд, я точно так же хотел кричать, поэтому я его размютил, чтобы он немножко выпустил пар. Кобяков, не забываем про спорт. Немножко капелек. Раз... Всего бы на профи, если что, профессионалами, не пытайтесь повторить. Мьют. Ааа, блин, грязь. Хватит. Пожалуйста. Ааа. Ааа. Охо. Смотрите. Ты весь дождь над собой собрал. Хе-хе. Хе-хе. Кобяков, рыбка. Так, разбьют. Ааа, грязь, пожалуйста. Наступайся. А сейчас самое время... Это стрёмно. Кобяков так орёт прям, как будто его режут. Ты пока, Кобяков, дай комментарий подписчикам. Расскажи, как было круто. Продолжить. Кобяков, ты что офигел? Конечно, ты не попал, но всё же. Так только... Конечно, ты не попал, но всё же ты говнюк. Доберусь до пульта, ему конец, я весь мокрый. Надо идти сужиться, чтобы не заболеть. О, ребят, короче, знаете, с чем у меня все закончилось? Приехал человек, сказал, что аренда змеи закончилась, и забрал ее. И получается, спас меня, и теперь я просто валяюсь, балдею. Но Гленту я не скажу, что ее забрали, я скажу, что она где-то здесь ползает. Опа, привет, пауза! Ты, Гленти, ко мне не подходи, там змея под диваном. Ой, а я же знаю, что аренда всего лишь на час была. Гленту, хоть не мне, ты хоть зрителям объясни, что ты делать собрался. Я хочу устроить чит. Я тебя замотаю в ковер, закреплю это тейпом, разморожу тебя, а ты двигаться все равно не сможешь. А потом приду к Кобякову. Читер! Читер! Холото, холодно! Читер! Происходит, Кобяков просто. Он мог сейчас забрать у него пульт, ну ладно. Холода немножко обалдел. Смотрите на шаурму какую, закрутил. И что теперь? Глент, пацаны, вообще просто. Глент, что? Это что, тоже какой-то чит? Да, мут оставлю. Все, теперь ты в бесконечном муте. Ты не говоришь, что ты такой мутный виден? Мут дали на бесконечность. Самое сложное осталось. Куда? Зачем? Оставь меня. Готово, самая популярная шаурма на русском ютубе. Ну все, теперь ты навеки замьючен, завязан. Я отменяю у тебя паузу. Можешь дергаться, делать что хочешь. Пойду разбираться с Кобяковым. Кобяков, ты где? Не из такого выбирались. И из таких челленджеров его ладил. Блин, этот Глент испортил мне весь мерч, весь мокрый. Приходится теперь сушить, глазить. Мерч это святое, мерч трогать нельзя. Пауза! Джекпот! Кобяков! Пипец! Как дела? Глент, пожалуйста, нажми продолжить. У меня утюг на мерче стоит. Так у тебя будет эксклюзивный мерч! Влад, успокойся, посмотри на Кобякова сначала, и ты поймешь... Сбежал! Владос, наконец-то ты пришел, мое спасение. Пожалуйста, нажми продолжить. Ты видишь, что происходит с мерчом? Так это же мне на руку, наоборот. И вот когда жареным тебе запахнет, тогда и проиграешь в челлендже. Пожалуйста, Владос, ну пожалуйста. Так, а где эта кнопочка? Ну не надо, ну не надо, пожалуйста, пожалуйста. Мьют. Ну все, ты просто проиграешь, и все. Убираешь утюг, и спокойненько едешь домой. Вот попался, дурашка. А чтоб тебе вообще жизнь малина не казалась, сейчас приду. Ладно, поговори с подписчиками. Блин, этот челлендж уже слишком далеко зашел. Мне кажется, он сегодня не очень хорошо закончится. Владос, ну пожалуйста. Смотри, что я на тебе для тебя нашел. Сервантин. А, мьют. Ладно, я пошел. Хочется протереть лицо? Ладно, продолжите. Ну и вот кто он после этого? Блин, прожег, испортил мерч, но... Ну блин, ну чуть-чуть хотя бы, слава богу. Хорошо, что я знаю, что его можно купить по ссылочке в описании. Ох, клиентик, не подходи. Пауза! Так, ну рассказывай, чем занимаешься? Я ем пиццу, пепперони. Угу. Твоя любимая, кстати, я ее целый день ждал. Моя любимая, действительно, и целый день ждал. Что ты делать собираешься? Эй, пожалуйста. Не надо! Пожалуйста, Влад. Мьют пиццу. Размьютить. Ну пиццу-то не трогай. Мьют. Найс. Размьютить. Ну пожалуйста, Влад поставь хотя бы один кусочек. Ну так ждал. Глентик, раз пиццу ждал, тогда я тебе наложу масочку на лицо. Не на... Она же такая жирная. Это значит бесплатная маска для лица. Ну, теперь, наверное, больше ты пиццу никогда не сможешь есть. Я не хочу у тебя пиццу. Как круто, когда у тебя в руках есть власть. Можешь двигаться. Вы представьте, целую пиццу размазать по лицу. Ну это жестко. Отвратительно. А, пойдем посмотрим, как там Кобяков. О, Кобяков, как мерч твой поживает? А что пришел? Ну как? У меня пульт. Отойди от меня, я из-за тебя мерч прожег. Новый закажешь, знаешь где? По ссылке в описании. Я знаю. А4shop.ru Ты что, меня сейчас заморозишь? Ну конечно. Тогда у меня есть идея. Пауза. Ну и что ты придумал? Я придумал себе позу, в которой я могу находиться бесконечно. В телефоне, да? Ты что думаешь? Я настолько глупый и разрешу тебе вот так сидеть? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, потихонечку. Ну Влад, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Отдай телефон, пожалуйста. Умеешь такие трюки делать со своим телефоном? Не надо. А десятерное сальто? Владос! Ну пожалуйста. Ладно, теперь я подбрасываю и не ловлю. Ладно. Это было стрёмно. Ну это еще не все, что я для тебя придумал. Блин, как он достал? Как украсть у него пульт? Так вот же он лежит рядом с тобой. Чего не забрал? Ага, ты же двигаться не можешь. Да, я играю по правилам. Я тоже. Давай, ножки вот сюда. И погнали, погнали. А, он его тоже. Погнали. Это чтобы ты точно не позарился на мой пультик. Подъем, подъем. И готово. Крутимся, и скотчик отрывается, и выдирает волосики. Кобяков, ты тут как? Он меня в пиццу... Пауза! Кобяков, он меня в пиццу окунул. Так, вы что затеяли вообще? Пауза! Пауза! Так, я сейчас догоню его. Ай, как больно отцепляется этот скотч. Он еле смог. Так, Кобяков уже почти выбрался. Держи арбуз. Это же невозможно, он очень тяжелый. Кобяков, забери арбуз, пожалуйста. И вторую руку. Так, отлично, теперь Глент не может пользоваться руками. Пауза, Кобяков, пауза, 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 пауза. Ай, продолжить все. Блин, арбузы, Кобяков, забери. Кобяков, мне кажется, его пранки уже перешли на какой-то другой уровень. Ну да. Я согласен, надо с этим покончить. Покончить надо, надо что-то уже думать. Достаем нашу коронку. Да. Чего? Сейчас, я только размотаюсь. Давай. Глент, он здесь. Так, пауза, пауза, и пауза, и пауза, и пауза. Пауза. Фух, Глент, красава. Так, пацаны, стоп. Размьют. Глент, предлагаю для начала его связать. Конечно. Ха-ха-ха-ха. Ну. А как иначе-то? Оги. Может, размьют его? Размьютить. Ну, пацаны, это же просто игра. Зачем? Вдвоем-то против меня. Просто игра. Ты меня пиццей обмазал. Просто игра. Не страшно. Ты меня забрызгал серпантином. Посмотри, у меня серпантин в волосах. Ну что, приступаем к второй части нашего плана. Какого плана? Фух, кишка какая. Ну, пацаны, пацаны, что я собрали здесь? Машину-то? Э, э, э. Нифига себе, как ламба круто выглядит. Это что, баллончики с краской? Какие баллончики? А чуметь, какая красивая ламба, в реале. Баллончики с краской. Где? Где ты их видишь? Опа. Глент. А можно мне зеленый, да? Э, э, э. У меня фиолетово. Давайте договоримся. Пацаны, нам же еще с вами сниматься вместе. Алло, вы же знаете, лампа святая, я буду мстить. Позвольте, пожалуйста, мне сделать первый мазок. Конечно, конечно. Лампа святая! О, пипец. Что ты говоришь? Так, а я, не знаю, я нарисую... Глент, ну ты же не умеешь... Рисовать! Я не уме... Вот именно! Вот в этом и прикол весь. Я не умею рисовать? Да я с закрытыми глазами клево рисую, смотри. Он реально с закрытыми глазами будет? Понимаете, тут шутка в том, что, типа, Глент не умеет рисовать с открытыми, а он говорит, я не умею рисовать, да я могу с закрытыми вообще сейчас еще хуже будет. Все будут понимать, что едет звезда. Все правильно, Кобяков. Какой почерк у Глента отстойный? Вот так. Все будут понимать, что здесь едет Влад А4. Напишу чуть-чуть. Ну, кстати, очень прикольно смотрится, на самом деле. Смотрите, какая красота. Ну что, Владос, теперь мы в расчете. В каком расчете? Ой, жестко, жестко, на самом деле. Я не знаю, но мне понравился ролик. Ну, считай, уже все, конец ролика. Ламбу испортили. Продолжить. Ох, вы... Вы что наделали? А это что за ужас? Где? Все, он будет вам мстить, пацаны. Кляки-маляки, как это... Пацаны, стойте. Давай, Владос, стой, стой, стой. Мне кажется, что этот пульт плохо на нас влияет. Да. Мы сегодня весь день друг другу пакостим. Мы просто остановимся и выбросим этот пульт. Ролик снят, было весело. Ну, а дальше это переходит за все грани. Я согласен. Ну да, вот я бы не хотел такой пульт лично. А вы даже себе, пацаны, не представляете, что бы я с вами сделал за ламбу. Ну что, пацаны, предлагаю избавиться от этого пульта. Кидай под машину, на ламбе его и переедем. Давай. Скорее у них... Ну, кстати, прикольно будет. Ну-ка. Ну что, пацаны, получилось? Ну-ка. Оооо! Ну, жестко. Давай проверим. Пауза. Ладно, пошел. Ну, что... Владгоревле. Надеюсь, вам понравился этот пауза. Нет, крутой ролик. Реально, я не знаю, как вам, а мне прям очень даже понравилось. Аудио, не забудь подписаться на канал. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, Кобяков и Бодя. Нет, Бодя не сочетается. Бодян. Глент, Кобяков. Бодя и Серега. Ха! Я все, я себя уже приравниваю к ним. Какая разбежался, Багда. Всем пока. Прикольно. Молодцы. Реально очень круто. Но мне понравился ролик. Да, короче, у него всегда позитив. Всегда вот, вот, чувствую себя хорошо на этих роликах. Не знаю, как это объяснить. Влад молодец. Команде Влад А4... Ну, команда Влад А4 вроде здесь как бы и не присутствовала. И, в принципе, максимум, что они делали, это, наверное, расставляли везде свет. Ну, сценарий и это. Короче, я попрошу вас только подписаться на второй канал. По первой ссылке в описании, конечно же. И второй ссылкой в описании будет наш альбом. Поэтому всем огромнейшее спасибо за просмотр. Лайк, подписочка. И до новых роликов. Всем пока.